История Я хочу рассказать одну из них, самую старую историю. Возможно, она и не самая страшная, но каждый раз, когда я о ней вспоминаю, меня бросает дрожь представку, что вы путник, ищущий дом зимой, чтобы переночевать. В России всегда это было проще. Знаменитое гостеприимство. Добродушные деревенские люди не чираются случайно забредших путников. Итак, вы заходите в обычный дом, одиноко стоящий в лесу. Вы очень устали и буквально валитесь с ног. Вы уже посетили сотни домов, где вам был оказан радушный прием. Да и простота в отношении с незнакомцами всегда сопутствует путнику. Зайдя в этот дом и заметив что-то похожее на кровать, вы валитесь на нее и засыпаете сладким сном. Проснувшись среди ночи, вы осознаете, что с вами на деревянной кровати кто-то лежит, хозяин дома или кто-то еще не имеет значения. И если он спит рядом с вами, значит он не желает вам зла. Однако проснувшись рано утром, вы замечаете, что в доме не было окон, а слабый свет пробивается через щели в стенах и помогает вам ориентироваться в пространстве. И вы замечаете, что весь дом уставлен на кроватях и койках. Вы даже видите, что кто-то спит на полу. Вы еще не можете ясно все осмыслить. Ждете, пока хозяева проснутся, чтобы подкрепиться и дальше отправиться в путь. Но они все спят и спят. И в доме ни звука. Даже не слышно ни вдохов, ни выдохов. Решаетесь разбудить кого-нибудь из спящих в доме. В темноте подходите к человеку и начинаете легко трясти его, потом сильнее и сильнее. А он не двигается. Поклоняешь голову к его груди, чтобы послушать стук сердца, а оно молчит. И ты понимаешь, что он мертв. Ничего особенного. Обычная смерть во сне. Ты подходишь к тому, кто спал с тобой на одной кровати и начинаешь его будить. Все тщетно. Ты открываешь дверь, чтобы впустить хоть какой-то свет в комнату, и тебе открывается вся картина. Ряды тел, трупов. Тела на кровати, под ними. Все трупы укрыты белыми одеялами. И простынями. На их лицах коровья безмятежность. От мысли, что ты только что провел ночь среди трупов, тянет блевать. И ты бежишь как можно дальше от этого места. Они называют это божетки или божеты. В любом случае бабушка называет их так. Зимой, когда в селах погибают люди, а в старые времена они дохли как мухи, тела не закапывают в землю. Земля слишком твердая для этого. Тела кидают в сани, кутают в белые простыни. Или что угодно, лишь бы белые. И везут туда. Помните картину Петрова «Проводы покойника»? Как вы думаете, куда везут тело бывшего кормильца семьи? Правильно. Под божетки раньше использовали любой дом. Иногда строили новый, но тогда особенных усилий не прикладывали. Это были простые сооружения без окон, с одной дверью. Главное, чтобы трупы сохранились в холоде до весны, когда родственники смогли бы спокойно забрать тело и закопать его там, где им угодно. Можно сказать, что это было прототипом морга, только без персонала, обслуживающего его. Сейчас трупы в морге хранятся в морозильных камерах, а зимой раньше была одна природная морозильная камера. Когда зимы бывали разными, настолько разными, что в некоторые из них гибли целые деревни. Сначала трупов свозили в эти самые божетки, а весной, когда после ужасных холодов и крайне холодной зимы забирать эти тела было уже некому, такие божетки просто забывались. Представьте, сколько таких мини-моргов было разбросано по лесам. Бабушка знает много историй, рассказанных еще и ее бабушке. Как кто-то из спутников натыкался на такие дома. Это не очень забавно. Но такое труположество не было редкостью. Бабушка говорит, что зайдя в такие дома от увиденного испуга, люди нередко сами падали, пополняя копилку подобных затерянных мини-моргов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова